От заката до рассвета. Геннадий Ёщик трудится в лесхозе четверть века. Говорит, в этом сезоне собранный по капельке сок даже не успевают отправить на переработку. Раскупают люди. Цена за литр символические 20 копеек. За живой водой приезжают прямиком из Бобруйска, а это 20 километров. Полезный напиток здесь можно добивать своими силами. Мы выписываем наш лесной билет на те участки, где можно заготавливать лесной сок. И показываем, люди приезжают к нам, показываем им, где можно подставить, как подставить, технологию полностью разъясняем. Значит, по диаметрам, каких диаметров, сколько можно отверстий прокрутить, какой глубиной. Для заготовки используют деревья с диаметром ствола 20 сантиметров, не меньше. В Петровическом лесничестве подсочено около 100 берез. Только за один день с такого количества деревьев можно собрать до 500 литров полезного напитка. Ну что, попробуем? Самим добывать сок разрешают далеко не в каждом хозяйстве. Работать с белоствольной допустимо строго по правилам и присмотрам лесничих. С нарушителями не церемонятся. Лесная охрана. Мы сами передвигаемся по лесным массивам насаждениям. И фотоловушки. Представляем, где могут заехать, заготавливать сок сами. Повесим ловушки. Нам сообщение приходит сразу. Мы тогда реагируем на это. Ну, таких случаев, покуда, слава богу, нет. Этот природный напиток без примесей. Диетологи сходятся во мнении. Березовый сок улучшает обмен веществ, тонизирует нервную систему и даже помогает справиться с осенней депрессией. Его нужно употреблять правильно. Не добавлять туда сахар, потому что тогда он мгновенно превращается в десерт. Некоторые люди любят подбродивший березовый сок. Это тоже такая история очень опасная, потому что он хранится, например, не более двух суток в холодильнике. Опасный для, например, детско-подросткового рациона, для пожилых людей. То есть, поэтому желательно употреблять его в свежем виде. Только за прошлый сезон в Бобруйском лесходе собрали 330,5 тонн сока. Почти 302 тонны отправили на крупнейшие заводы по производству консервов и напитков. Остальное реализовали населению. Мария Бушкевич, Дбитрий Шевцов, Бобруйск-360.